Девушки отдыхают С моим другом Алексеем Литвиновым решили организовать пикничок. Ну, кое-что я умею делать на пикнике. Я не сомневаюсь, ведь Алексея Литвинова называют королем вальсов. Президент Украинской Рады Бального Танцу Олексей Литвинов. Мы первые изначально. Он классный. Классный. На него стоит равняться. И, конечно, с нами его прекрасная семья. Очаровательная жена Анастасия и милая доченька Маша. Начнем с костра, с дров. Конечно, она начинает с дров. У меня есть кое-какие дровишки, но, может быть, я не то что-то выбрала. Все достаточно просто. Лучше всего выбирать дуб. Дубовые дрова, да? Да, конечно. Во-первых, держит огонь. Во-вторых... Будет дольше гореть, да? Конечно, конечно, конечно. А еще нам понадобится уголь. Для чего уголь нам? Для того, чтобы разжечь костер. Да, у нас костер. Разжигать костер – это целое дело. Ты своим девчонкам когда-то доверяешь? Боже упаси, они же сразу спалят дом. Боже упаси. А у вас и дома барбекю? Да, да. И сколько нужно налить? Теперь мы вот это вот все поливаем, поливаем, распаливаем. Будьте очень осторожны. Мне кажется, это вообще только мужское дело. Девчонки, спички нам не игрушка. Ну что ж, попытка не пытка, как говорил Лаврентий Павлович, бери. Да, спасибо, что ты его упомянул. Давай. Сейчас, секундочку. Маши. Все. Мы это сделали гореть. А мы теперь можем и начать делать наше первое блюдо. Сегодня один из лучших танцоров Украины учит меня готовить овощную пиццу на гриле. Пицца ни в коем случае не должно быть с дрожжами. Это просто мука и вода. Нужно хорошо размять все это дело. У пиццы еще есть начинка. А вот начинка должна быть овощная. У нас же диетическая пицца. Лук должен резать я. Давай-ка ты займись помидорчиками. Их нужно наполовинки. Лук надо резать тоненькими кружочками. Ой, как красиво. Это будет красиво. Кстати, вот как ты считаешь, от кого неприятностей на кухне больше? От женщин или от мужчин? Ну, в твоей семье. Вот две красотки. Наверное, как забредут, так начнут там куролесить. Самая большая неприятность, когда они отказываются идти на кухню. Я начинаю готовить сам. Поэтому я рада, что пиццу с овощами на гриле ты не первый раз в жизни готовишь. Еще очень важно правильно резать грибы. Нужно сначала отрезать ножку. А теперь эту ножку аккуратно дольками вот так вот порезать. Ну, давай вернемся к этой давней истории, которая 40 лет назад произошла, о том, как начались твои бальные танцы. Одноклассница согласилась написать за тебя контрольную по физике, а ты, мол, иди со мной, становись со мной в пару. До этого момента ты вообще не задумывался о том, что ты можешь танцевать? Нет, я однажды видел с балкона, занимаясь борьбой самбу, видел какой-то конкурс бального танца, помню, как мы с приятелями ржали. И тут вдруг проходит неделя, и я в этот же дворец пришел танцевать с этой шантажистой. Нет, ну тебе, наверное, и девочка нравилась это? Да. Кстати, когда режем перец, нужно не забыть, что красиво будет, если будут вот такие вот кружочки. Ты считаешь, что должно быть не только вкусно, но еще красиво, да? Да, да, конечно. Теперь нам надо попробовать запечь. То есть начинку мы будем сперва отдельно делать? Нам надо фольга для того, чтобы запекать овощи на гриле, да? Теперь нам нужно помазать маслом. А какое масло ты берешь? Это оливковое масло. Ну, пока мы вот тут выкладываем, мне все-таки хотелось бы историю твоей жизни продолжить с того момента, когда ты первый раз пришел. У тебя сразу открылись вот эти способности к бальным танцам в 14 лет? Мне казалось, что сразу все получается. Преподавательница подшла сказала, вали отсюда, это не твой вид. С этого момента я понял, что я стану чемпионом. То есть ты привык с детства не сдаваться? Начинка готова для того, чтобы отправлять ее на гриль. Я напомню, что начиночка у нас из болгарского перца, грибов, шампиньонов, лук. Это все смазано оливковым маслом и находится в фольге. Мы это все накрываем. Теперь мы идем к барбекюшнице. Время у нас 15 минут. Теперь мы берем тесто, теперь мы его растягиваем. Мы смазали фольгу для того, чтобы тесто не прилипало. Значит, я напомню, что для пиццы на гриле нужно взять пресное тесто. То есть сюда входит мука, яйца, вода и соль, да? Да, чтобы пицца дышала, ее надо вот таким вот образом постучать, чтобы дырочки образовались, она начинает дышать. Готово тесто для пиццы. Так, ну, наверное, сначала я рекомендую всем, кто когда-нибудь положил овощи на гриль. Слушай, они не сгорели у нас еще? Надо проверить, да? Итак, о боги, все в порядке. Ароматы обалденные. Теперь я беру рукавички. У нас есть специальные рукавички, которые человека не делают инвалидам, когда он снимает. Оно? Это очень вкусно пахнет. Горячо! Ну, вкусно. Молодец. Так, закрываю? Ничего себе. Давай. Слушай, мне даже кажется, что маловато начинки, нет? Нет, отлично. Так, начинается самое интересное. Алексей, ты вернулся с пустой решеткой, значит, сюда водрузим сейчас тесто? Конечно. Ой, как красиво получилось. Ты молодец. Теперь мы это все кладем на нашу печь. Слушай, а тесто нужно накрывать? Нет, тесто накрывать не нужно, потому что это же не овощи. И мы тесто не парим. А подсушиваем. Да, сушим и печем, так сказать. Класс. А на сколько минут, как ты думаешь? Ну, я думаю, что будем смотреть. Отлично. Мне всегда нравится такой подход. Слушай, Алексей, я волнуюсь. Чайку? Тесто горит. Тесто горит. Давайте. Ой, слушай, как быстро. Это нам с вами урок. Тесто очень быстро готовится. Теперь мы берем так аккуратненько. Осторожно, горячее. Да, да, да. Осторожно. Опа! Пришло время добавить в пиццу начинку. Теперь мы это все перекладываем. Самое главное, что я люблю в пицце, это сыр. Мы берем этот замечательный сыр моцарелла. Моцареллочка. И мелкими кусочечками режем. Вот сейчас, когда ты уже стройный совсем стал, красивый, обалденно, то есть что в твой ежедневный рацион входит? Во-первых, я ем обязательно мясо. Я обязательно ем овощи. Я обязательно пью зеленый чай. Да. Каждые 15 минут. Вот. И самое главное, я готовлю. Давай. Пошел. Ура! Старик пиццу. Теперь мы закрываем. Закрываем. И теперь ждем 10 минут. И это финальная часть приготовления овощной пиццы на гриле от Алексея Литвинова. Чтобы приготовить пиццу на гриле, замешиваем тесто из муки и воды и даем ему постоять. Готовим начинку. Режем половинками помидоры черри, лук и сладкий перец тонкими кольцами. Грибы дольками, отделяя ножки от шляпок. Смазываем маслом с помощью кулинарной кисти грибы, лук и сладкий перец. Запекаем овощи и грибы на гриле 5-6 минут на среднем огне под крышкой. Раскатываем тесто на сбрызнутой маслом фольге. Можно придать ему форму с помощью круглой разделочной доски. Осторожно отделяем тесто от фольги и запекаем на гриле 3 минуты до хрустящей корочки. Переворачиваем тесто корочкой вниз и быстро выкладываем овощи, грибы и мелко нарезанный сыр. Запекаем 2-3 минуты, нарезаем на порции и посыпаем базиликом. Субтитры создавал DimaTorzok